Всем привет! Сегодня приготовим пирожное макарон с пониженным содержанием сахара. Наверное, очень многих интересует этот вопрос, но, к сожалению, такую информацию дают только на платных мастер-классах. Я много экспериментировала на эту тему и уже в процессе я наткнулась на англоязычный сайт, на котором нашла более подробную информацию. Кому интересно, ссылку на сайт я оставлю в описании под видео. Сейчас я вам подробно все расскажу, но для начала приготовим начинку для макарон. Будем готовить ганаш на белом шоколаде. Для этого нам понадобятся сливки жирностью 33-35% и белый шоколад. Аккуратно топим в микроволновке короткими импульсами и постоянно перемешиваем. Ни в коем случае нельзя перегреть шоколад, иначе он свернется. Для того, чтобы начинка получилась максимально гладкой и однородной, нужно пробить ее блендером. Пока даю вам самые простые базовые начинки. И ганаш на белом шоколаде. Постепенно буду показывать, как эти начинки можно усложнить и добавить им различный вкус. Ганаш накрываем пленкой в контакт и ставим в холодильник, ориентировочно на 4-5 часов, а лучше на ночь. Теперь приступим к приготовлению самих половинок. Для этого нам понадобится миндальная мука. Обратите внимание, она должна быть светло-бежевого цвета и рассыпчатая. Если делаете макарон в первый раз и не очень уверены, получатся они у вас или нет, то советую посмотреть видео для начинающих, где мы тренировались на пшеничной муке. Ссылку на него я также оставлю в описании под видео. Следом просеиваем сахарную пудру, берем самого мелкого помола, так как это напрямую влияет на гладкость крышечек. В рецепте макарон нельзя просто убрать часть сахара, так как это повлияет на консистенцию теста. Поэтому мы будем заменять часть сахарной пудры на рисовую и кукурузную муку. Еще один очень важный момент, чем большее количество сахарной пудры мы заменим, тем менее стабильный получится результат. Так как именно благодаря сахарной пудре образуется пленка на поверхности шляпки, которая не дает макарону расти вверх и образуется юбочка внизу. Я пробовала заменять до 40% сахарной пудры, но такие макароны очень плохо сохнут и получаются через раз. Поэтому не советую заменять более чем 25%. Теперь посеиваем рисовую муку и кукурузную. Если не найдете рисовую муку, то можете заменить ее на пшеничную, но с рисовой получаются макарон более нежные. Кукурузную муку ничем не заменяем, так как она помогает крышечкам сохнуть. Количество сахарной пудры в этом рецепте я уменьшала на 18%. Как рассчитать другую пропорцию я напишу в описании под видео. Теперь аккуратно отделяем желтки и белки. Яйца должны быть обязательно комнатной температуры. Можно их достать либо с вечера и поставить при комнатной температуре, либо если у вас нет времени, то отправляем их в теплую воду и оставляем там примерно на 15-20 минут. Затем вытираем насухо, чтобы капли воды не попали в белок и можно с ними работать. Этот момент очень важен. Если хоть капля желтка попадет в белок, то меренга у вас не получится. А также посуда должна быть абсолютно чистая и сухая. Для того, чтобы дополнительно оттенить сладость, можно добавить в белок щепотку соли. Белок все время взбиваем на одной скорости. Я использовала третью из четырех. Когда появится пена, начинаем понемногу всыпать сахар. Используйте мелкокристаллический, чтобы к тому моменту, когда меренга будет готова, он полностью растворился. Если крупинки сахара в готовой меренге у вас никак не растворяются, то в следующий раз делайте так. За несколько часов до готовки замочите весь сахар в белке и оставьте при комнатной температуре. Постепенно вы заметите, как меренга становится все плотнее и плотнее. И ближе к концу добавляем пищевой краситель. Используем либо сухой, либо гелевый. Если используете гелевый, то буквально двух капель достаточно, чтобы цвет получился нежным. Соответственно, если вам нужен более яркий цвет, то добавляйте больше. Взбивать меренгу нужно очень долго, ориентировочно 8 минут. Но здесь нужно не перестараться и не перезбить, иначе макарон тоже не получится. То есть только опытным путем вы поймете, когда нужно остановиться. Готовая меренга должна быть глянцевая и очень плотная. Затем всыпаем сухую смесь и аккуратно лопаткой перемешиваем все ингредиенты. Для удобства можно разделить сухую смесь на три части и частями вымешивать. Так будет немного проще. В прошлом видео меня немного покритиковали за то, что я всыпаю сухие ингредиенты в меренгу. И что нужно делать наоборот. На самом деле этот процесс абсолютно ни на что не влияет. И мне больше нравится всыпать сухую смесь в меренгу, так как над ней не образуется непромес. Теперь перемешиваем до тех пор, пока масса не будет стекать с лопатки непрерывной лентой. Можно остановиться чуть раньше. С каждым перемешиванием тесто должно становиться все более и более жидким. Если этого не происходит, то скорее всего вы не измеряли ингредиенты на весах. Напомню, что в приготовлении макарон очень важно соблюдать все пропорции. Вот примерно такая консистенция должна получиться у теста. В этом моменте возможны некоторые отклонения от нормы. То есть, если тесто у вас погуще, то макарон получается попышнее. А если оно у вас более жидкое, то и макарон получается более плоским. Насадку использую круглую номер 1А. Тесто перекладываем в кондитерский мешок. Для того, чтобы при отсадке было меньше пузырей, его можно слегка размять руками. Отсаживать макарон я буду на тефлоновый коврик. Для того, чтобы он не ездил во время отсадки, его закрепляю на остатки теста. Кондитерский мешок держим перпендикулярно поверхности и второй рукой держимся за насадку. В конце перестаем давить на мешок и делаем небольшую запятую, чтобы не оставалось хвостиков. Отсаживаем на небольшом расстоянии, так как они у нас еще немного разойдутся. И стараемся делать это в шахматном порядке, чтобы они равномерно пропекались. Если хотите, чтобы макарон получились максимально одинакового размера, то предварительно распечатываем шаблон с кружками и подкладываем его под поверхность, на которую отсаживаем. Для того, чтобы крупные пузыри воздуха вышли на поверхность, несколько раз ударяем противнем о стол. Можно постелить полотенцем, чтобы было не очень шумно. Если на поверхности макарон есть небольшие вмятины от лопнувших пузырей, то их можно подправить зубочисткой. Теперь очень важный момент для макарон с пониженным содержанием сахара – это сушка. Сушим до тех пор, пока на поверхности не образуется ощутимая пленочка. Если макароны у вас при выпечке просто надулись, значит вы не досушили. У меня они подсыхали примерно час, но при этом периодически я их подсушивала феном. Я выпекаю их при температуре 130 градусов 18 минут, режим вверх-вниз. Но здесь все индивидуально и каждому нужно подстраиваться под свою духовку. Вот такие крышечки у меня получились. Из этого количества ингредиентов у вас получится примерно один противень. После того, как половинки макарон полностью остыли, отделяем их от поверхности. Затем разделяем половинки по парам и отсаживаем начинку. Соединяем половинки, но при этом начинка не должна выходить за края пирожного. Продолжение следует... После сборки обязательно складываем макарон в контейнер, плотно закрывающейся крышкой и даем настояться сутки. Если этого не сделать, то тогда макарон не пропитаются и не станут одним целым, а будут просто крышечка отдельно и начинка отдельно. За час перед употреблением достаем макарон из холодильника. Если вы уже умеете делать макарон, то в принципе этот рецепт не должен составить труда. Самое главное, это нужно хорошо подсушить крышечки. Крышечки действительно получаются менее сладкими, и если использовать какую-то другую начинку, например, ганаш на темном шоколаде, либо какую-то фруктовую, либо ягодную начинку, то тогда вы почувствуете разницу. Всем большое спасибо за просмотр! Надеюсь, видео было вам полезно!